На прошлой неделе жители деревни Сикиотова на несколько дней остались без воды. Казалось бы, обычная ситуация, с которой ежедневно сталкиваются в том числе и жители города. Разница лишь в том, что взять воды на хозяйственные нужды этим людям негде. Да и уверенности в том, что воду им снова включат, нет. Официальная причина отключения – задолженность по оплате. Однако люди платить готовы, но не через ту управляющую компанию, которая обозначает просто нереальные цены. Ценники сделали по 32 рубля, без копеек, за куб. Но это нереально, нигде такого нет. Я не знаю, что здесь творится. Вот отключили, трое суток не было воды. Детский сад был закрыт. У всех маленькие дети. У меня у самого два внука со мной живут. Не постираться, не помыться. Я не знаю, что здесь творится, что администрация здесь творит. Кроме того, управляющая компания, навязчиво предлагающей свои услуги, даже не скрывает истинных своих целей. Им даже задали вопрос. А вы что хотите, за наши деньги покрыть ваши долги? А он так и сказал, начальник, он или кто был? Экосистема, да. Он и сказал, да. Прямо так и сказал, да. 30 рубля, давайте будете платить, а если будет прорыв, будете еще за вас счет будем ремонтировать. Сделали по 60, все равно будем на плате. А мы все живем пенсионеры, у нас таких денег даже мы сами себе и не обслуживаем. Это что? На сегодняшний день у жителей деревни Секиотова к властям только одна просьба. И мы просим, чтобы нас отдали водоканалу. Мы ездили к директору водоканала. Он, в принципе, не против, если администрация района передаст администрации города, а потом город уже передаст в муниципальное предприятие водоканала, то я с удовольствием вас возьму и буду обслуживать. В итоге жители деревни были вынуждены обратиться в прокуратуру. И только после этого вода появилась. Но вскоре ее снова отключили. Сколько еще это будет продолжаться, пока не может ответить даже прокуратура. Хотя нам обещали обязательно в этом разобраться. Ну а мы будем следить за развитием ситуации.